Всем привет! Если говорить уж по-честному, то у меня абсолютно нету сил ни на какие концерты, ни на одеваться нормально, ни на вообще продолжение этой прекрасной жизни. Ого, капец, у меня опухшее лицо, жесть. В общем, это видео, вторая часть концерта Миллионформер 1989 года, поэтому вперед. Так, мы остановились на 38-й минуте, да. А, точно, гитарные риффы от гитариста Кости, помню. Честно, я не помню, что за песня была. А! Все, вспомнил. Обожаю черный вокал, ребят. Вначале была какая-то очень знакомая мелодия, но она как будто бы не Миллионформеровская, как будто я где-то в другом месте слышал. Блин, такое что-то печальное. Ну-ка, ну-ка, шоу мне-то, комстюмчик? Комстюмчик. Не, ну вот это точно не Теремю Глеб. Хотя, вверх возможен. Знаете на кого она похожа здесь? В Одессе раньше были такие личности, их называли басяки. Вроде. Вот они примерно вот так же одевались и приглядели. Примерно даже с такой же прической. Кто-нибудь может мне в комментариях объяснить, сзади это символизация гробов? Или нет, вот эти вот конструкции. Шо-пи-шо-вээ. В этом что-то есть. Опять же повторюсь, как и в том туре, она звучит как в записи, что меня дико шокирует. То есть у нее даже нет моментов, когда голос хотя бы немного свечает. Секс себе. Ну, танцы, конечно, а-ля «Песня года» 98. Блин, слушаю этот припев уже раз, наверное, шестой уже идет, да? Не могу уловить конкретную мелодию. Вау, ну так, конечно, в разы пиздача. Да, конечно. Какой-то Майкл Джексон такой забегал, да? Чуть-чуть. Либо Дженнет в те времена. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Я знаю эту песню, иди в жопу. Я помню практически дословно. Нет, я вру, я ни слова не помню, но мелодию знаю. Блин вспомнить бы что за я помню кляну своей жизнью друзья что была за песня на которой я остановился в тот раз это же песня либо я путаю их но это этот контринфонцион а там была без и шан он а там была вторая короче одна из самых известных они очень похожи как мне нравится эта часть тут 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 чем больше я слушаю эту песню тем больше я в нее влюбляюсь песню почему-то вот 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 это вот охуенно да 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 даю это круто то дан дан саунд а какой сладкая выпивка Бля, мне на секунду показалось, что я не врубил запись. Но это не про одежду, то есть фасон здесь как бы не влияет на что-то. Я вам говорю, я бы посмотрел в сеть вне. субтитрами, но там был ужасный звук, ужаснейший. Вот спорим, в конце будет Лезу Шанте, самое последнее, клянусь. Я хочу выступать, я хочу, чтобы вот так же мне орали, быстро! Отвезите меня в Голливуды! Я похож на жабу с этой стороны, либо на ящерицу. Россия, священная наша держава, прости гости! Только не всякие рекреты, ревейеры и вот это вот. Да, этого я и боялся. Очень красивое освещение сцены, такое земляное какое-то, да? Вот это вот справа. Я один там услышал сзади мужской хор, или там мне уже бог сверху попадает сигналы. Буквально там было в 25-м кадре, что... Я не сошел в туманец. Испортит такой момент... Верической... Ой, красиво вот это! Не всегда, если баллады, то прям на каком-то краю, прям все. Прям вот печаль, не грусть даже, печаль прямо... Какая-то такая серая. Блин, постоянно как будто ощущение безвыходности у нее в балладах. Мне иногда кажется, слава богу, что я смотрю без субтитров. Мне иногда кажется, слава богу, что я смотрю без субтитров. Я сейчас впаду в такую грусть. В моем психологическом состоянии сейчас абсолютно противопоказаны такого рода мелодии, если честно. Я очень хотел пошутить про волосы, но не время. Очень красивая аранжировка, очень! Меня даже вот это вот по гремушкам смущает. Продолжение следует... Как-то в этом туре все какое-то ритуальное, да, слегка, исторически ритуальное, я бы сказал. Вот эта луна, вот этот ман, костюмы такие а-ля Этька и Василий Иванович, почему-то мне представилось. Знаете, на что похоже? Чисто такая боярская одежда Российской империи. Прям мне сразу же в голову какая-нибудь эта, как ее, которая с перстами ехала. Боярине Морозовичу, я-то ее там помню. Какой-то такой вайп, да. Я знаю эту песню? Тристана, я помню. Там был стопудов клип связанный с войной. Даже не пытайтесь меня переубедить. И опять же, это тот случай, когда я абсолютно забыл о песне, из-за того, что был слишком перенасыщенный, перенасыщенный событиями клип. Песню вообще не помню. Я не знаю, из-за чего. Вон у меня завораживает все это действо. Собственно, ничего такого-то и не происходит. Обычные танцы, как бы, да. Как-то это все, я не знаю. Может быть, из-за света. Из-за света. Из-за сочетания с красным. Опять же, какая-то такая военная тематика. Может быть, поэтому это как-то цепляет. Я не знаю, на каком-то уровне я даже не могу понять. Я действительно в первый раз вообще вижу, кто использует на концертах вот примерного рода костюмы. Возможно, это потому, что я смотрю концерты американских артистов, а там, собственно, вот этой вот европейской культуры не было. То есть это, ну, чисто восточная Европа по костюмам, да? Ну и вообще европейские костюмы по европейской истории. Я знал, я знал, я поэтому сначала не хлопал, я знал. Меня хуй проведешь уже, Мурлен Фурмер. Листана. Когда-нибудь я пошучу про эту маму на торт с прической сзади. Ну, это, допустим, другая история. И меня обвинят в расизме. А Тристана это кто вообще была? Напишите в комментариях. Час ноль четыре. Мне осталось ровно тридцать минут до конца. Какой-то очень короткий концерт, но, видимо, из-за того, что это 80-е были. Тогда особо не раздвигались. Раздвигались? Что? Не растягивали ничего, кроме песен. А что я могу сказать? В этом концерте есть какая-то магия. Я не понимаю. Я не могу даже описать, что это. Атмосфера сама на сцене. Какая-то мрачная... Вот даже не печально. Мрачная эстетика каких-то... Вы знаете... Вот... Нет. Дождь. Туман. Какой-нибудь отшип. Да? Какая-нибудь церквушка стоит. Одна. Пол... Какая-то заюзанная. А вокруг никого нету. И церквушки, и это его дождь. Такой... Вечер еще не сменился ночи, но практически. И вот горит окно одно в этой церкви красном. Ты идешь, ты идешь к этому окну. Вот такое вот почему-то настроение всего этого концерта красивое. Я такое обожаю. С вами был Егор. Если вам понравилась моя реакция, обязательно подпишитесь на мой канал. Поставьте лайк. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой Бусти. Там будет полная версия этого концерта без обрезок. Да, обязательно, если вы хотите мне помочь, то внизу ссылки на донаты, на мои соцсети. И все. Давайте, следующая часть будет последней.